Нынешние постоянные экспозиции детского музея в этом году исполнилось уже 13 лет. За это время в домиках, башенках и комнатах Миямила побывали столько детей, что и не сосчитать. Некоторые вместе с родителями приезжали и из-за границы. Например, финским детям здесь тоже очень нравится. Но время не стоит на месте, и мир меняется. А главная задача музея – знакомить детей с окружающим миром. Тем более, что за время своего существования экспонаты порядком обветшали. Однако сотрудникам музея, конечно, жалко с ними расставаться. Чтобы всех успокоить, хочу сказать, что все любимые экспонаты найдут новых владельцев. Они или переберутся в новые городские учреждения, а другие станут частью нашей новой экспозиции. Особенно те вещи, которые так полюбились детям. Например, столетний кассовый аппарат или стеклянные шкафчики из магазина пряностей. Человек, как ребенок, так и взрослый, который пришел к нам в музей, побыл здесь, поиграл, он вышел, стал чуточку лучше. Вот на чуть-чуть. Потом еще пришел, у нас постоянно посетители, еще лучше. То есть мы хотим поменять мир лучше, сделать его добрее, счастливее. Поэтому наша тема – это эмпатия. Самая большая комната будет посвящена внутреннему миру ребенка. А следующие помещения расскажут о мире вокруг нас. Например, о городе, работе, зеленых насаждениях, культурном пространстве. Еще будет комната фантазии и много других интересных идей. Представитель фермы, которая будет делать новую экспозицию, считает главным не столько различные инновации, сколько то, чтобы все здесь понравилось детям. Мне кажется, что детский музей должен быть гостеприимным, надежным и безопасным. Здесь не нужно слишком много новых технологий, а нужно, чтобы ребята сами могли что-то делать, что им нравится, или делать те вещи, о которых всегда мечтали, но до сих пор такой возможности у них не было. Можно будет смело выражать свои чувства, везде лазать, петь, танцевать, но присутствующий сегодня на торжественном подписании договора вице-мир Таллина отметил, что этот музей не единственный, которому город уделяет внимание. В прошлом году Таллин обновил постоянную экспозицию в музее Вильды. Абсолютно новая концепция сейчас и в музее Каламая. Сейчас настала очередь в музее Мия-Милла. И еще идут сложнейшие работы в музее Кикен-де-Кек. Мы давно не обновляли многие наши учреждения, и эту ошибку надо исправлять. Кто-то утверждает, что музея не назовешь объектами первой необходимости. Работники музеев с этим категорически не согласны, ведь душа обязана трудиться, как сказал поэт. А где найти лучшее место для такого благородного труда, чем в музее? Так что правы сотрудники детского музея Мия-Милла, что после посещения этого волшебного дома мы все становимся немножечко лучше, причем как дети, так и взрослые. Лена Туровская, Гюлли Маристе, Андрес Лайго, Новости Таллина.